приветствую зрители друзья на канале сегодня у нас пойдет речь о трех самых легких фракциях для medieval total war 2 назовем три фракции это у нас англия восточнее находится здание и южнее находится мавритания чем же они у нас примечательны если взять примеру англию то у него фактически на первом этапе не будет противников первый этап это уничтожение шотландии и и вынести не такой сложно если будем захватывать карнаванчик дублин йорк первую очередь то у нас экономическое превосходство будет дичайшим просто продавляем эти два города я скажу это можно сделать меньше чем за 10 ходов далее захватываем рейн и у нас тут находится небольшой буфер который будет постоянно атаковываться стороны франции единственный противник тут будет на первом точнее на уже втором этапе это франция возможно захватим брюге но крайне не рекомендую так как этот буфер будет между германии нами германии нас трогать ближайшее время не будет после захвата шотландии рекомендую нанести удар по каменному замку гамбурга он к тому времени будет принадлежать датчанам и во втором этапе датчане будут крайне назойливо атаковать наш йорк и нотингем но эти территории к тому времени мы можем заполонить довольно таки крупными стеками войск даже не атакуя его будем заставлять отправляться корабли назад забираем эти два крупных стекам и атакуем гамбург после захвата гамбурга те шишки будут сыпаться по нам со стороны востока и юга гамбурга польша который здесь рядышком находится вот он краков тут все польская будет тому времени да и немецкая и немцы будут атаковать вместе с датчанами три фракции польша германия святая римская империя и датчане куда атаковать нас наш гамбург к тому времени наш но мы потихонечку на капли войска атаку маркус осло и стокгольм выносим и постепенно продавливаем магдебург франкфург ну тут уже по обстоятельствам тоже довольно таки легко с этой стороны собираем несколько стеков и потихонечку атакуем париж анджеем бордо тулуза ну и остальное уже по обстоятельствам сильно не буду заостряться потому что по каждой фракции я отдельно сделаю свое видео далее скорее всего он по нам будет атака во втором уже этапе со стороны португалии и конечно же испании но они где-то на дублин будет карна вончик где-то так на десант высаживать но тоже 1 стк хватит чтобы их либо разбить особенность кавалерийский так на первом этапе они сильно развиться не смогут либо пехотные додавить можно поставить куда-то вот сюда вот флот посмотрите здесь торговый путь тем самым перегораживаем их десантуру и можем флотом их топить в принципе выгодно не выгодно не знаю но тут не меньше наверно 15-20 кораблей надо делать чтобы господствовать в этом море теперь возьмем следующую фракцию это у нас дания тоже не будем особенно распыляться по всем направлениям по каким она является скажем хороший плохой но просто скажем так что на начальном этапе у него противников не будет давайте посмотрим очень внимательно гамбург мы захватываем захватываем осло стокгольм почему я сказал не будет противников дело в том что у руси тут одна территория пока она захватит все территории у него очень сильно распыляться силы смотрите на какой дистанции находится смоленск москва рязань саркел булгар киев тот же самый вильнюс орига песен где находится рядышком то есть когда мы захватим стокгольм мы вполне можем атаковать эти территории не нас руль будто такой а мы ее то есть мы включая новгород забираем эти три города русь нам практически ничего не сможет сделать потом процессе уже на дальнейших ходах можно ее даже скажу особенно и не трогать мне нападет скорее всего монголы здесь они пойдут через вот эту территорию так что мы можем сделать с датчанами датчан не сами по себе это агрессивная фракция за них только так и надо играть мы атакуем англию и захватываем всю англию и бен это решит экономические наши проблемы и политические в таком случае мы начинаем атаковать уже священную римскую империю и францию две эти фракции можно уничтожить запросто но больше уже постольку поскольку больше тоже будет атаковать нас но магдебург и гамбург это два замка полными стеками которые просто не смогут продавить то есть наша территория будет жить то есть следующая задача это у нас англия за данью за викингов играть я сразу скажу довольно таки легко далее возьмем еще третью фракцию как и говорил три фракции тут легкие если брать по 5 бальной системе то у нас допустим все эти три фракции имеют ну пятерку точно по легкости прохождения ну что магритания чем же она так хороша во первых у него будут и рыцари со временем полноценная неплохая кавалерия на начальном этапе территории у нее очень много если у допустим испания ли он талэдо у португалия лиссабончик и помплона то у нас три территория самого начала плюс тимбруку и арген у нас находится на юге их никто не сможет захватить до самом самого скажем наверно сотого хода даже то есть эти территории наши бу чем они так хорошо вы пригодите внимательно глядите внимательно это слонову кость и золотые рудники то есть они нам будут приносить в основные прибыли особенно начальных этапах особенно если вы разовьете скажем экономику здесь построите шахтные рудники там и так далее ну слонову кость она и так будет добываться ставим одного пехотинца суда и засовываем него до 20 скажем купцов тем самым мы поднимаем дичайшую экономику нашим мавритане далее с маракеша из кордовы собираем большой стек атакуем лиссабончик талэдо талэдо вообще можно даже параллельно атаковать тем самым этот полуостров захватываем себе то это будет я не скажу что совсем просто но довольно таки легко можно по очереди их разбить эти предсказать земли начали сабончик потом талэдо тоже буду разбирать отдельно в каждом видео кстати про мавританию у нас есть а уже отдельное видео как играть за мавританию там в принципе все это расписано ну и с выходом на францию после уничтожения сарагос и паполоны а там уже по обстоятельствам там уже нас не только становить не сможет но я не сказал еще про сицилию нам ближайшее время с алджиром кстати сказать тут еще алджир тоннаж это получается уже четыре территории фактически больше чем ближайшего противника тунис будет захвачен скорее всего сицилии но это 90 процентов по моему даже чем на легком уровне будет играть тем самым скажем мы если даже стал жира атакуем его у нас будут некоторые проблемы ну в любом случае тунис мы захватом высаживаемся на палермо тем сам с целью с целью выводим из нашего так сказать враждебного отношения то есть выводим его из войны из равновесия палермо нам тоже очень важно скорее всего мы будем делать экспансию на топожок испанским нас интересует рим как очень богатый город который дозорив можно поднять экономику и также направление главного удара через лоренцию баллонью захвату всей европы если мы захватом меньше двух европейских фракции то остальные фракции в принципе уже можно сказать повержены это у меня такая так сказать наука побеждать потому что экономические вы очень сильно поднимаетесь и тем самым у вас не больше не может найтись так сказать хоть какой-то либо мощный противник так ну что я вам три фракции рассказал впереди у нас победы и поражения на данном этапе я прошел все фракции вам удачи на полях сражений и и Субтитры сделал DimaTorzok